Всем добрейшего времени суток, с вами свет небес в этой жизни. Сегодня будем делать полную дичь. Мы будем сбрасывать навыки персонажам и немножечко их изменять. Значит, скажу сразу, что некоторые вещи в персонажах меня не устраивают. Но не устраивают ли меня сами персонажи, я до сих пор так и не понял. Дело в том, что на данный момент самый лучший танк в игре, ну не в игре, а самый лучший танк по выбору изначальных персонажей паладин-вор, ой, воин, выигрывает, конечно, паладин. Потому что если он не будет применять скиллы, то он будет побеждать за счет маны. Вот, потому что сейчас на данный момент у этого персонажа 12 760 здоровья. То есть даже у данного персонажа его меньше, но у него есть скилл, который блочит очень большую часть урона по сравнению с другими игроками. И я считаю, что тут на самом деле самый лучший танк в игре, это, конечно же, рыцарь, для чего он предназначен. Второй по месту идет по здоровью именно паладин, на третьем воин. Но на самом деле воин имеет очень классную тему в качестве контратаки, которая позволяет ему наносить урон повторно. Но давайте сейчас просто покажу, что происходит при пересоздании персонажа. Нажимаем «Ретектировать персонажа» и проверяем, эльф или же все-таки гном. Так, эльф у нас позволяет что сделать? Имеет допману, а значит дополнительных 400 здоровья. Человек у нас позволяет также иметь дополнительную ману в размере целых 440. То есть, неплохо, конечно. Даже больше, получается, будет. Ну или гнома, что позволит иметь больше здоровья, но оно будет, в принципе, компенсироваться полностью. Поэтому, ребят, нужно что угодно брать. Либо человека, либо гнома. То есть, ну здесь на самом деле решайте сами. Я думаю, предпочитаю гнома взять. Потому что, ну, это логично. Так, по поводу этого дела. Ну, нам необходимо, чтобы не было штрафов от снаряжения к магии. Поэтому, собственно говоря, берем пассивку «Рокер». Окей. Используем. Получается, у нас персонаж остался такой же, с таким же уровнем. С той же прокачкой по навыкам. Вернее, по этому, по опыту. И осталось только выбрать, что будем качать. Я скажу сразу, что здесь самые лучшие скиллы, это, конечно же, наводящий удар. Остальное, ну, постольку-поскольку, на самом деле. Ну, допустим, если вы берете персонажа, где он, клерик, и замените его воином. У вас будет пати, по сути, исключительно дамагеров с одним полухилом. То тогда, действительно, будет очень хорошо. Но я все-таки предпочту два хила. Но в будущем я скажу сразу, что обязательно заменю такого персонажа, как клерик. Обязательно здесь вообще не обсуждается. Потому что, ну, клерик неплох. Но, даже скажу, он очень крут. Но на его место может единственный, кто встать, так это маг. Вот и все. Потому что иногда не хватает урона по области. О, кстати, там бармен у нас на заднем плане. Так, поэтому дальше мы качаем данную тему. И девять в хил. Дело в том, что хил я использую крайне редко. Поэтому вот такая примерно прокачка. Здесь у нас сразу будет фул реген маны. Потому что он у меня и на основе был. Небесный суд вообще не рекомендую качать. Поскольку данный персонаж является исключительно хилом. То рекомендую сразу качать реген маны. Чтобы вы могли максимально быть полезны для команды. Регене 504 маны. То есть вы один раз отхилили союзника. И уже имеете, скажем так, возможность неплохо надавать по щам всем остальным. Здесь надо, конечно, тоже качаться до 4. Ребята, желательно до 4. До состояния снятия 4. Иначе будет, ну, довольно-таки трудно. То есть 4 состояния вы можете снять. Это уже шикарно. Дальше хил. Хил, конечно, 2300 это неплохо. Но для танков это самое то. Вот так примерно происходит, когда вы заменяете, скажем так, редактируете своего персонажа. То есть уровень остается. Навыки просто сбрасываются. И измена происходит того, чего вы хотели. Имеется в виду там спортсмен, гном, рыцарь. Изменяйте специальность. Изменяйте расу. Изменяйте самого. Сам класс получается. Спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч. Пока-пока. Всем добра.